Опята. О них мы сегодня будем разговаривать в рубрике «Продукнее». Очень актуальный вопрос для каждого грибника, как отличить гриб настоящий от гриба ядовитого, но очень похожего. И в данном случае у нас будет вопрос, как отличить ложные опята от опят настоящих. Перед началом программы мы раздали нашим зрителям листочки, на которых они указывали, «Какими способами можно отличить ложные опята от настоящих?» И сейчас, я думаю, у нас стало пора подвести итоги этого опроса. Мы выбрали самые интересные варианты, самые, можно сказать, распространенные. И сейчас мы о них будем и разговаривать. Правда, доктор? Ну, так скажем, что это, конечно, наиболее распространенные. То есть наши зрители именно эти способы чаще всего упоминали. Были и другие, очень экзотические. Их мы выписывать не стали, в силу морально-этических соображений. Итак, первый способ. Серебряная ложка чернеет во тваре ядовитых грибов. Номба ту. Если ядовитый гриб опустить в молоко, оно скиснет. Да, гриб не скиснет, я думаю, в любом случае. Гриб точно не скиснет. Номер три. Лук или чеснок буреют. Во тваре ядовитых грибов. Во тваре ядовитых грибов. Видите меня за смех, просто слово буреет, у меня вызывает огромное количество ассоциаций. Чеснок такой. Ну, че я. Для безопасности наших зрителей мы должны проверить все эти утверждения и выяснить, являются ли они правдой. Для этого мы приглашаем нашего постоянного эксперта Дарью Белоусову к нам в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Ну, что ж, Даша, требуется ваша помощь как лаборанта. Необходимо произвести в строгих экспериментальных условиях исследования и узнать, действительно ли эти способы позволяют определить, какие из грибов ядовитые. Вот они эти способы. На доске вы видите, серебряная ложка должна почернеть, молоко скиснуть, ну, а лук или чеснок обурить. Забирайте и идите в нашу лабораторию. Здесь у нас есть ложные опята. И поэтому вы сможете точно сказать нам через некоторое время, работает это или нет. Да. Вот мы видим, как Даша заходит в нашу дню и начинает опыты. Итоги эксперимента мы подведем в конце программы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а мы будем говорить об опятах. Настало время викторины. Кто может и хочет бросить вызов доктору Агапкину и посоревноваться в викторине? Как-то таинственно вы подняли руку. Я могу две поднять. Вы можете две поднять? Это потрясающе. Ведите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вас зовут? Артём. Артём. Да. Вы потомственный грибник? Ну да, потому что мама у меня собирает грибы постоянно. Я, к сожалению, намного реже. И начальник у меня грибник со стажем. Вот, кстати, по поводу отравленных грибов и не отравленных. Он часто говорил, что в качестве парадокса приводил такой пример. Если видите гриб покусанный, это хороший гриб. Потому что он покусан улитками, а если он не покусан, то он плохой, потому что улитки не едят отравленные грибы, как и люди. Вот так вот. О, как! Отличный пример. Проблема заключается в том, что улитки прекрасно едят ядовитые грибы. Ну, значит, мой начальник не прав. Я вам об этом сообщу. Хорошо. Ну что же, мы приглашаем вас в участие в викторине. Давайте попробуем. Будем говорить о полезных свойствах, о микроэлементах, которые содержатся в опятах, и, допустим, кому они вредны. Вы готовы? Я попробую. Мне в последнее время везет. Буду, в крайнем случае, угадывать, если не буду знать. Ну, надеемся, что не просто вам повезет, а что вы уйдете отсюда с новыми полезными знаниями. Несомненно. Прошу вас. Спасибо. Итак, мы переходим к викторине в рубрике «Продукт дня». У нас в студии Артем, который, видимо, умеет играть на фортепиано и проверяет какую-то аппликатуру на пульте. На самом деле, всего две ноты. Нота «да» — красная, и нота «нет» — сиреневая, Артем. Отвечайте первым, поскольку доктор знает все правильные ответы. Комментировать вашу будет наш эксперт в студии Екатерина Александровна Бурляева, научный сотрудник клиники Института питания РАМ. Итак, сегодня мы говорим о грибах, точнее, об опятках. Пожалуйста, первый вопрос. Все опята можно есть целиком? Нет, не все. Это точно. Вот сюда надо нажимать, да? Нажимайте. Правильно. Нажал. Пожалуйста. Я знаю совершенно точно, что не все их можно есть целиком, потому что ножки у некоторых очень жесткие. То есть, может быть, их и можно сжевать как-то, но не рекомендуется. Да, ну и без себе, естественно. Я только не помню точно у каких. Да, вот, по-моему, так. Так. У взрослых опят у них ножки постепенно становятся отревесневшие, и в питании их употреблять нельзя по причине того, что очень раздражают слизистые. Ну, это я об этом, собственно. Екатерина Александровна, пожалуйста, ваш комментарий. Да, действительно, у взрослых грибов ножки становятся более жесткие и содержат большое количество трудноперевариваемых веществ, поэтому их не следует употреблять в пищу. Пожалуйста, следующий вопрос. Опята лучше готовить измельченными? Лучше. Лучше измельченными? Конечно. И это действительно так вот. Дело в том, что опята достаточно тяжело перевариваются, как и многие другие грибы, и поэтому чем они больше измельчены, тем легче происходит процесс пищеварения. Кстати, я так понимаю, что любые грибы, не только опята, следует мелко нарезать? Конечно, потому что при измельчении грибов разрушаются связи в структуре гриба, что способствует более легкому их усваиванию. Спасибо. Ну и последний вопрос. Опята низкокалорийные грибы, как вы думаете? Низкокалорийные. Низкокалорийные. Ну да. Действительно, всего 23 килокалории на 100 грамм. Хорошо. А если взять, допустим, маринованные опята, они остаются низкокалорийными? Маринованные опята остаются низкокалорийными. Единственное, там будет чуть больше килокалорий за счет того, что добавляются различные другие маринады и специи, и масло, возможно. И калорийность будет чуть выше. Но все равно они остаются низкокалорийными, да, действительно. Прекрасно. Мы их, посмотря на это, любим. Есть ли витамины в опятах? Узнаем из нашего короткого сюжета. В килограмме сушеных опят белковых веществ вдвое больше, чем в килограмме говядины. И втрое больше, чем в таком же количестве рыбы. Опята по содержанию витаминов группы В не уступают зерновым продуктам. Витамина ПП в них столько же, сколько и в дрожжах. Всего 150 граммов опят достаточно, чтобы удовлетворить потребность организма человека в таких химических элементах, как цинк и медь, которые принимают активное участие в процессе кроветворения.